В Суздале завершила работу 9-й ассамблеи фонда «Русский мир». Главными ее темами стали возрождение истинных духовных ценностей и объединение всего русскоязычного сообщества. С гостями международного форума побеседовал наш корреспондент Борис Пучков. Информационная война и русофобские настроения, идеологическое противостояние Запада и России, возрождение и сохранение истинных духовных ценностей. Об этом и не только говорили участники 9-й ассамблеи фонда «Русский мир» в Суздале. Сюда приехали 650 делегатов из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Канады, Греции, Австралии и других стран. Это преподаватели русского языка и литературы, журналисты, политологи, социологи, депутаты Европарламента. Среди почетных гостей, например, известный еще во времена СССР болгарский певец Бисеркиров. Люди влюблены в Россию. И я очень счастлив, что я один из них. И бываю здесь четвертый раз. Думаю, что русский мир – это шестое измерение. Это русская духовность, русская вера, русский язык, русское слово, русская культура, русский дух. Великий русский дух победитель. Не только интерес, я бы сказала, у греков, но и большая любовь и уважение и к русскому языку, и к русской культуре. Мы тоже стараемся передать эту любовь к русскому языку и ко всему русскому, к русской культуре в целом. Мы сами являемся носителями русской культуры. Многие газеты канадские, русскоязычные, они настроены русофобски, они настроены антироссийски, хотя издаются на русском языке. Комсомольская правда газета, разумеется, правильного направления, с любовью к России, с любовью к русскому народу и православию. И поэтому газета очень востребована. Люди, особенно вот 2014 год, он был просто потрясающим в связи с украинскими событиями. Люди звонили именно нам, они плакали, они спрашивали, когда пойдут какие-то митинги. Мы организовывали митинги, демонстрации в поддержку, скажем так, мира против войны, против поддержки Канадой военной операции на Украине. Русский мир – это не только героическая история, но и взаимодействие культуры и традиций. На торжественном открытии 9-й ассамблеи русского мира губернатор Светлана Орлова рассказала гостям о культурных мероприятиях, которые проводятся в нашей области, напомнив, что Владимирский край по праву считается колыбелью русской государственности. Для Владимирской области я считаю, что это большой экзамен, и спасибо русскому миру, Ивсаловичу и Людмиле Сене, что они такое решение приняли. Мы готовились, очень волновались, все к этому готовились. И думаю, что вот это общение, посещение наших музеев, исторических мест, обмен мнениями еще больше будет притягивать всех, кто в разных других странах и разной цивилизации. У нас есть столица нашей великой родины – Москва, у нас есть культурная столица – Санкт-Петербург, а Владимир и Суздаль могут быть духовными столицами нашей родины. Еще недавно русский мир переживал непростые времена – распад Советского Союза, массовая миграция. Во многих бывших республиках русский язык едва не оказался на грани исчезновения. По словам Вячеслава Никонова, председателя правления фонда «Русский мир», эту точку стагнации удалось преодолеть и сегодня на всей планете наблюдается небывалый интерес к русскому языку. Во всем мире поняли, насколько они не понимали Россию, насколько они недооценивали Россию. И сейчас, безусловно, русский мир находится на подъеме. Количество наших друзей растет гораздо быстрее, чем количество наших недругов. Количество русских центров у нас уже перевалило за сотню, и сам фонд работает больше, чем ста государств. После открытия ассамблеи участники разошлись по дискуссионным площадкам. На одной из них обсуждали истинные ценности русского мира, на другой – вечные вопросы великой русской литературы. Говорили и о пути русской цивилизации, о языках литературы русского мира, а также о роли отечественных и зарубежных издательств в сохранении авторитета настоящей русской культуры.